Привет зрители! Сегодня на тесте топовая версия Citroёn C4. Отличить её очень легко по отличной диодной оптике. Full LED, всё здесь на современных диодах, и PTF, и головная оптика. Она вообще шикарная. Ночью C4 преображается и смотрится ещё лучше, чем днём. Потому что помимо великолепного головного света есть ночной режим у панели приборов. Нажимаешь кнопочку и буквально образом паришь сквозь ночь. Великолепное решение, которое я предлагаю вам посмотреть в ночном тест-драйве. Да и вообще топовая версия, конечно, это несколько иное авто, нежели базовое. Поэтому постараюсь я дизельную версию раздобыть. Может быть получится, и, друзья, вместо турбомотора с автоматом будет дизельная механика у нас на обзоре. Ну, посмотрим. Пишите, если вам интересно. То версии другие, конечно же, тоже будут на тесте. Внутри мы в багажнике видим убранство. Обратите внимание на голый металл. Есть вибро-наклейки, но в остальном простор для творчества у владельца будущего. Можно, мне кажется, улучшить шумоизоляцию. Хотя в целом она неплоха. И вот этот вот полик служит дополнительным источником поглощения шумов. Вот так вот я сказал. Нескокургуза, тем не менее, я думаю, подсыл понятен. Мы видим запасное колесо. В чем очевидно, похоже оно на докатку, скорее всего. Давайте посмотрим, есть ли тут какие-то указания. Да, 16-й диаметр, а катки у нас 17-й, поэтому, по сути, докатка. В остальном удобные кармашки. Видите, омывайка здесь приютилась. И в целом багажник обид достойно. Да, где же у нас здесь есть? Есть у нас, вот они, две выемки. Можно закрыть багажник. Закрываем и переходим далее. К тому, что у нас в автомобиле. Интересный дизайн. Я думаю, многие, видите, вогнутая часть стекла заднего. Многие, я думаю, знают, что есть автомобиль-саплатформник. Peugeot 408. На тесте он у меня был той осенью. И в целом машины друг друга повторяют, что касается ходовой части. Но дизайн совершенно разный. И если этот факт я бы не озвучил, думаю, вряд ли вы даже догадались, что Peugeot похож на Citroёn или наоборот. Прыгаю назад. По карте крыши. Вы почувствовали, наверное, даже удар головой. На счастье был и в капюшоне. И сзади, конечно, Citroёn и места немного. Кто-то наверняка, что меня попинывает за то, что у меня неправильная посадка за рулем. Еще какие-то идеи. Но метр девяносто, друзья, и удобное расположение самого себя за рулем диктует особые требования к автомобилю. Если бы я ездил сзади сам за собой. Тем не менее, считаю, что это не особо важно. Хотя, признаться, внутри мы особого комфорта не видим. Ни прикуривателя, ни радиоток USB, ни воздуховодов на центральном подлокотнике. Их нет. Ну, в ноги, конечно, воздух проводится, как-то проходит. Тем не менее, порадоваться чем-то особо не получается. Достаточно скромно, на самом деле, для задних пассажиров. Здесь все, места маловато. Будет вот такая вот ситуация. Ну, особенно если рослый водитель. А так, мы видим, можно разложить со ступенькой и добавить в местилище кузову седан. Хотя, это не главный, мне кажется, прерогатив. Если вы покупаете седан, явно будете возить себя преимущественно, а вовсе не грузы. Поэтому трансформация не столь важна. Так что, в целом, Citroen C4 сзади особым роскошством порадовать не может. Поэтому давайте перейдем в переднюю часть салона. Все-таки, здесь как раз наиболее подчеркнуты вот эти вот фирменные фишки автомобилей Citroen. Итак, открываю я. Что-то я открыл, интересно. Мне кажется, не открылся. Не открылся капот, мне кажется. Не открылся, все-таки. Как-то очень легко. И нет у нас здесь ничего, что помогло бы удержать. Вот сюда вот поставляем. К сожалению, за миллион, чуть-чуть меньше, чем полтора миллиона, мне кажется, сюда он вставляется, да. Чуть меньше, чем полтора миллиона нам не предложили газовых упоров. Жаль, зато капот открывается очень серьезно. И обслуживание будет незатруднительно. По крайней мере, головой с ним не встретишься. Вот он, турбомотор. Классный, кстати, оранжевый. Впуск, забавно сделано. С кольцами специально. В общем, интересное решение. И есть еще варианты, кроме этого 150-сильного мотора. 115 атмосфера, тоже он сопрягается с автоматом 6-ступенчатым. Или дизель, к сожалению, только на механике. В общем, к сожалению, вариант с МКП на бензиновом моторе 115 сил. Автомат только с этим мотором. В версии 150, я имею в виду. Ну, а дизель только на механике. Поэтому вот хотелось бы, наверное, дизелям предложить несколько иной. С автоматической версией. Ну, мне кажется, дизельные моторы в последнее время не пользуются особой популярностью. Давайте посмотрим, насколько удобно заливать жидкость. Как раз я сейчас долго шел, рассказывая про версии моторов. И было, конечно, интересно протестировать. Ну, никаких проблем с далием жидкости нет. Я думаю, что все получится хорошо. Наливаем. Без вопросов. Все залили. Если я мимо попадаю, а я всегда попадаю мимо, то все сливается в соответствующие отверстия, не попадая на ремни, еще куда-то. Так что любители аккуратности порадуются. Ни каких вопросов к заливу жидкости здесь нет. Вспоминается, кстати, автомобиль Рено, где расположена где-то вот тут вот заливная часть. Здесь все сделано удобнее. Ну и что, друзья, переходим теперь к рассказу про сам автомобиль. Положу я на место. Не замерзай. Хлоп. И перейдем уже непосредственно к салону. Закрывая капот. Кстати, обратите внимание, вентилятор расположен перед радиатором, а не за ним. Вот такая вот схемотехника у автомобиля. Закрываем капот. И все. И переходим к рассказу про место водителя. Ну, судя по всему, главное в этом автомобиле, потому что сзади не разгуляешься. Прыгаю за руль. И здесь, конечно, есть свое обаяние у автомобиля, вне всяких сомнений. К тому, как кнопка старт-стоп. Можно, кстати, сразу давить на кнопку, сразу же включать драйв и вперед. Ниаких вопросов к тому, чтобы как-то задействовать дополнительные руки не нужно. Потому что обычно мы привыкли, что кнопка старт-стоп находится где-то вот здесь вот. Ну, а у Ситроэнов решили, что место для нее иное определено. Так, версия у нас топовая. Можно здесь найти массу разнообразных приятностей. Наподобие, например, мониторинга слепых зон, полного партроника и прочих приятных элементов. В плане климата, это, например, регулировка интенсивности, аж три градации. На самом деле, убдительного в этом ничего нет. Тем не менее, вот такая вот есть прерогатива топовой версии. Двузонный климат. В целом, мультимедиа нормальная, но сказать, что она как-то отличается повышенной расторопностью, не получается. Интересно, кстати, почему. Вон, оставим ее в покое. Интересно, что на нее выводится показание бортового компьютера. У меня получилось не так уж и много. Как видим, 9,2 пробег был у автомобиля до меня, после меня 10,5 литров. Ну, в принципе, при том, что регулярно даю педаль до отказа, совершенно нормальный расход. А бортовой компьютер вынесен на монитор, потому что главное, это на панели приборов. Она здесь особенно сделана, и мы видим интересные шкалы. Двойной у нас спидометр, цифровая часть вписана, и по кругу аналоговая. Естественно, аналоговая пользуется не очень удобно, она здесь исключена для стиля. Вообще, у автомобиля много каких-то стильных явлений, но что, посмотрите вот на регулируемую подсветку, не знаю, зачем сделали, и пользовался ли кто-то из самих создателей этим синим цветом, который буквально сжигает глаза, не знаю. Удивительное решение, пожалуй, и почему они применены, тоже непонятно. Наверное, тоже, как я уже несколько раз приходил к выводу, что просто было и можно было сделать перед друзьями, что вот у меня такая вот крикозявра есть, и я крутой, а у вас так подсветку нельзя поменять. Да, в общем, это и не надо. Продолжаю рассказ. Отмечу классический ручник. Ну, ЕСП, к сожалению, отключается только до 50, поэтому особо он зимой не поможет. Пакет курильщика, очевидно. И один единственный подстаканник. Это удивляет. В современных реалиях хотелось бы, наверное, больше подстаканников. То есть, учитывая, что здесь нет формовки под бутылки, какие-то такие вот ограничения, отчасти искусственные, можно задуматься над этим, хотя в целом вряд ли кто-то играет в машину, потому есть подстаканник, нет его. Уж точно. Итак, отмечу, кстати, вот здесь вот, вы видите, пользовался я Apple CarPlay, мультимедик, кстати, позволяет, но отмечу, что здесь как-то некий диссонанс. Хотелось бы какую-то шторку, еще что-то, но нету. И мы видим подогрев сидений. И вот так вот, не особо, как-то изящество несколько нарушается. Решил я попридираться почему-то к этой части. Хотелось бы вот какое-то завершение. Хотя в целом, опять же, эти шторки, они чисто для красоты, и, как правило, автомобиль бы был с открытой шторкой. Но, тем не менее, вот. Хотелось бы вот гармоничного завершения. В целом, многие спросят. Ну, ты говорил про 408-й, и вот здесь и тронин C4. На что нам посмотреть, если C4 в целом дороже, чем 408? Ну, давайте посмотрим, что у нас тут происходит с ценами. Так, вот у нас тут цены. Позвонили удачно. Ну, жена, это святое. Как видим, версию я поставил самую простую. Чуть меньше миллиона она стоит. И дизель, многие хотят дизельную версию, она наиболее экономичная. Она уже, естественно, дороже. И целых 150 тысяч нужно доплатить за дизель. В общем, сами решайте, через сколько они у вас, эти 150 тысяч окупятся в районе цене на бензин. А в целом, что хочется сказать по ценам? Кроме того, что сейчас скидки есть. На мой взгляд, учитывая, что Solaris сейчас стоит в топе где-то больше миллиона, то Citroёn не настолько дороже, чтобы говорить о том, что цена какая-то ненормальная или что-то с ней не так. Машина действительно стоящая. Увидите, что у нее есть элегантное решение. Ночью она вообще бесподобна, именно эта версия. Удобное рулевое колесо. Настраивает он, кстати, на лад спокойный. Мы видим здесь штамповочная такая алюминиевая панель. В общем, на такую вот спокойную изящную езду, мне кажется, машина настраивает. При том, что 408 явно вот он дешевле, доступнее. Но там трёхспицевое рулевое колесо, циферблаты, там хочется сразу давить. Здесь вот менее такое решение склонное к спорту. Тем не менее, учитывая, что настройки шасси очень похожи, если не одинаковые, я не могу точно утверждать, потому что нужно прямо вот прямой, для шишек на шинах сравнивать машины. Или которые должны номера сравнивать. Не знаю. Но, тем не менее, очень машины похожи. Поэтому, друзья, предлагаю всё-таки поехать уже. Ну, чё, болтать. Хочу вновь отметить достаточно удобное кресло. Они с комбинированной начинкой. Центральная часть – это ткань, а кожа дополняет боковую поддержку. Достаточно мягкие такие французские кресла. Ни плохого, ни хорошего про них сказать нельзя. Нельзя радовать, что классная обивка. Очень интересный подлокотник. Если неправильно разложить руку, то он скушает её буквально. Так что, сделана специальная такая вот настройка. Поэтому нужно понимать, что ты делаешь. Ну, вы видите, вот это вот решение. Удивительно. Вообще, французы любят удивлять. Например, удобная есть опция датчик дождя, но включается он нижним однократным включением. То есть, если хочешь смахнуть капли, приходится активировать, деактивировать. Ну, обычно сделается оно на автомобилях на первой скорости условной. Активируется датчик дождя или не активируется. Здесь же наоборот. Не знаю, о чём думали создатели. Тоже вот такая фишка. Мы вот сделаем вот так. Ну, сделали. Прикольно, конечно. Опять же, ты не будешь отказываться от покупки из такого решения. Но обратить внимание стоит. Может, всё-таки в следующих версиях сделать по-другому. Ну, что, поехали. Ладно, уже много болтаю. Хочется уже надавить драйв, естественно. Здесь у нас обледенелая весенняя дорога. ESP работает. Кстати, ESP очень классно имитирует блокировку. Во дворе я очень удачно заезжал на сугробы, где даже на кроссовках на некоторых заехать не мог. Так что, прям, считайте, самоблок у вас стоит. Ну, квази самоблок электронный. Поехали. Хочется сразу отметить, что уровень комфорта у Citroёна высокий. Шумодается явно лучше, чем у собрата Peugeot 408. Хотя, может, конечно, это не лишь кажется. Тем не менее, очевидно, шумодвигателя меньше. Может, сделаем это специально, потому что, как я говорил, Peugeot для драйва, а Citroёна C4 для более какой-то спокойной такой езды. И, видимо, это неспроста. Все-таки марки нужно разделять. Кстати, примерно такая же идея у концерна Kia с Hyundai. У них тоже, да. Hyundai для тех, кто постарше, а Kia для тех, кто помоложе, по драйвове. Ну, вот, у Citroёна несколько по-другому, мне кажется, с Peugeot. У них Citroёна для тех, кто любит более какую-то утонченную тему, а Peugeot для тех, кто любит погонять. Ну, как-то вот так вот, на мой взгляд. Потому что динамика, конечно, с этим мотором великолепна. Разгон я пробовал сделать, но, к сожалению, зимняя резина, плюс не очень понятная ситуация с покрытием не даёт получить внятное понятие о динамике. То есть 8,7 меня получалось разгоняться на Peugeot. Здесь у меня чуть меньше 9 секунд. То есть, в принципе, париитет по паспорту 8,1 разгон. То есть машины реально бодрые. 8 секунд – это прям хороший показатель. Тем не менее, пока он для меня недостижим. В остальном, конечно же, работает хорошо связка двигатель с автоматом. Автомат не склонен к комфортной езде. Он больше, наверное, тоже вот. Вот вот драйвового у него есть какие-то нотки. Он часто любит менять свой стиль вождения, подстраивая под водителя. То есть, если, например, есть коробки, которые предпочитают плавную езду, такая там квазиадаптация идёт, ну, вроде бы, держит передачу, всё, план переключает. Здесь вот прям даже чувствуется переключение, но ты активно устремляешься вперёд. В общем, Си-4 машина нисколько не уступающая родственному 408-го. А мне кажется, даже в чём-то более приятное, уж по внутреннему и субъективному ощущению моему, уж точно. Ну, это уж моё личное мнение. Навязывать никому не хочу. Тем не менее, Си-4, конечно, да, он производит впечатление автомобиля. Мало того, что очень внешне симпатичного, внутри интересного, но и способного порадовать ездовыми повадками. Тем более, на небольших неровностях машина очень комфортная. Очень комфортная. И ощущение того, что весит она как будто тонны две, может даже больше, по плавности этого качения. И в классе, наверное, равных по комфорту на небольших неровностях не найти. То есть, вот, всё трансформируется, перерабатывается, и явно автомобиль любит хорошие дороги. Потому что, если мы сейчас поедем по трамвайным путям, если ехать, как мы обычно все ездим по нашим направлениям, подвеска как подвеска. То есть, легковая подвеска, да, клиренс адаптирован за 170 на автомобиле. Тем не менее, нельзя сказать, что это какой-то кроссовер или что-то там в этом роде. То есть, разрушается это вот очарование суперкомфортно, и понимаешь, что ты едешь по российским разлобанным дорогам. Вот так вот, как говорят в Селяхи. Ничего не поделаешь. Что, поехали потихонечку поедем прямо. Очень, вот, вот, если грань не переходится, вот, я даже не знаю, какая должна быть глубина неровности, чтобы подвеска выходила на обычный режим работы. Ну, вот, всё, вся мелочь очень классно отрабатывается. То есть, плавность машины очень хороша, порода чувствуется. Ну, и, конечно, отмечу, что, к сожалению, определенные неровности на руль передаются. Это было у 408-го, это здесь тоже есть. Не в какой-то серьёзной мере. Не всегда, но, тем не менее, явление присутствует. Кто-то скажет, что, мол, это всё потому, что очень хорошо чувствуешь дорогу. Да, действительно, дорогу чувствуются в автомобиле хорошо. Сидим низко и, как я говорил, несмотря на то, что Citroёn всё-таки марка, наверное, во внутренних своих явлениях, несмотря на спортивная, тем не менее, возможность быстро ездить есть. И вот как раз вот ты ощущаешь, что есть какой-то интересный компромисс между настройкой рулевого, мягкостью и ожидаешь, когда такая вот подвеска, когда-то мягкая, на небольших неровностях. Думаешь, будет раскачка, ещё что-то нет. Такого нет, отлично едешь, преодолеваешь все неровности отечественные и путёшь восточный вперёд. Кстати, интересный аналоговый звук у поворотника, приятный, действием какая-то густота, тёплый ламповый звук указателя поворота. Насматриваю я панель стройно. Хорошо, конечно, смотрится достойно. Ну, поехали. Увлёкся навигацией. Интересно, что есть проезд для CD, но в современных реальных она не очень нужна. Лучше бы сделали больше USB-портов, вот здесь всего лишь один. Наверное, этого всё-таки не хватает. Хотелось бы и сзади, наверное, нужен, и спереди делал, в общем, такое. Слушайте, а может она вообще нельзя двигать? Кстати, я вот не подумал. В силу того, что я не пользуюсь штатными навигациями у автомобилей, для меня, как бы, не особо нужно. Как правило, ты включаешь телефон. А, вот же у нас есть. Специально есть рука, чтобы двигать. Неправильно показываю, но бывает. Забавно. Зачем, если можно двигать рукой статичные эти кнопки? Непонятно. Ладно, бог с ней с этой навигацией. Мне кажется, это неважная часть. По крайней мере, мультимедия звучит неплохо, и то хорошо. Очень бодрый набор скорости. Питать газа не вызывает никаких нареканий. Ну, может, можно было поострее сделать, в какой-то мере. Но, учитывая, что у нас есть автомат, это не механика, то в принципе, насколько быстро реагирует педаль газа на перемещение, все равно есть некая задержка от автомата. Вот здесь, как всегда, как всегда пробки. Подумал сделать маневр, но маневр не удался. Будем бежать вот так вот. Все перерыто. По Москве здесь очень сложно. Неприятная сейчас, например, езда. Не понимаю, что сделает этот автомобиль для коммунальных служб. Видите, он весь в мерзких реагентах. Весь в соли. Странно. Про обзорность. Что можно сказать про обзорность? Здесь, в целом, все неплохо, пока не начнут поливать эти автомобили. Потому что распашные дворники или стеклоочистители. Их отличает... Что их отличает? То, что сектора очистки хорошие. Нет этого обычного непрочищаемого у пассажира сектора. Но до конца нельзя их довести. Потому что если дальше отводить, то будет четко всплывать у края стекла. Поэтому приходится ограничивать ход. И в итоге, посмотрите, достаточно крупная стойка. Она, к тому же, покрываясь грязью, скрадывает еще больше. Так что, друзья, в наших современных реалиях, конечно, обзорность... Пока все чисто, хорошо. Как становится грязно, то уже не очень. Зеркала мелковаты сами по себе. Вроде сферические, но выручают их система мониторинга на слепых зон. Без нее, опять же, намного сложнее ориентироваться автомобиля. У к мертвой зоны все-таки есть. Вот такие вот дела, друзья. Вот такой вот рассказ. Вынужден под температурой делать этот тест. Поэтому, естественно, возможны какие-то искажения. Но все равно. Тормоза, кстати, очень интересные. Как же меня это раздражает пробка-то, а? Вот как рассказать про автомобиль, если ты опять приезжаешь в пробку и думаешь, да что ж такое-то? Что за дела? Вырвались из пробки, наконец-то. И можно завершать обзор, сказав про что. Ну, конечно, про тормоза нужно поделиться информацией про тормоза. Здесь у нас с тормозами все хорошо. Естественно, дисковые по кругу. Это нормально для современного автомобиля. Привод очень чуткий. Есть небольшой свободный ход. Потом резко вступают они в работу. И после некоторого привыкания воспринимаешь их как сами собой разумеешься. Иначе, конечно, первое ощущение от вождения прям хопа, сразу надавляешься на педали и ничего себе замедления думаешь. Вот это да. Но потом быстро привыкаешь к настройке педали агрессивной и думаешь, что тормоза что надо. В общем, так оно и есть на самом деле. С шумоизоляцией все хорошо. Об этом я уже говорил. Можно добавить самостоятельно. Встанет еще тише. И теперь, наверное, разумно подытожить. Итог будет следующий. Си-4 автомобиль очень интересный. И, возможно, многие его недооценивают, на мой взгляд. Считаю, что француз, француз. А здесь все хорошо. Если мы берем топ, то вообще восхитительно. Прекрасный свет. Отличные ездовые свойства. Некоторые лично начинают рассказывать. Вот, мотор не славится какими-то супер характеристиками. 1.6 турбированный. Тем не менее, сейчас всегда, если вы можете выбрать версию и с дизелем, и версию с автоматом, обычно, то есть 115 сил вводят. Почему бы и нет? Если вы боитесь турбин, если страшно бояться. Боятся люди турбин, думают, вот. И здешняя сложность приводит к условной ненадежности. Здесь, мне кажется, стоит точно представлять себе, что ситуация совершенно другая. Вот такие вот дела. В общем, если нужен седан, и вот сложно, я вот седан не очень воспринимаю, и, к сожалению, у нас у C4 только один кузов. Поэтому, если ей хочется седан, то, пожалуйста, отличный автомобиль, который понравится особенно тем, кто предпочитает более спокойную езду, объезжает ямы, ну, потому как, если, например, по ямам ездить, разрушается очарование, вот эта вот мягкость и плавность, становится обычная подвеска автомобильная, да. То есть, придираться к ней, что она не может работать ямой, совершенно бессмысленно, она работает четко, но, если по ним гонять, то зачем выбирать C4, выберите кроссовер себе. Так что, это отличный легковой седан, который понравится любителям комфорта, при этом не в ущерб ездовым свойствам, великолепно чувствуется драйв в автомобиле. То есть, как хочешь, так и едешь. Ну, в общем, интересный современный седан с некоторыми чисто французскими решениями, наподобие включения автоматического режима стеклоочистителей, но при этом в остальном безупречный стильный автомобиль. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вновь пробочная Москва. Не знаю, в будни, видимо, с обзорами надо заканчивать. Вместо того, чтобы ехать, ты стоишь, тошнишь в пробке. На этом все. Пока, если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием на них отвечу. И, надеюсь, видео понравилось. В общем, вот такой вот температурный обзор. До новых встреч. Пока.